Ну вот такой ЖД вокзал, прям рядом с нашей гостинкой, наша гостиница-стория. Вход вон там. Главный вход закрыт. Надо заходить вот в этом месте. Ну и сходим, посмотрим расписание, куда тут ходят поезда, электрички. И всё вам покажем. Так, ЖД вокзал. Такая электричка стоит. А расписание вот. Ура! Мы нашли расписание. Это из тех станций к нам. Отсюда отправление вот это. А, спасибо. Это, видите, Керчь, Феодосия. Из Керчи. Все остальные. Ясно. Мы с дороги, мы вообще тундры пока ещё. Ничего не понимаем, куда мы попали. Только до этого, до Керчи. Ёлка-мала-мане. Керчь, Симферополь. Джанкой какой-то. В общем, ни в какие Ялты поезда тут не ходят. Ни Севастополь, ни хера, ничего, никуда. Вон Москва есть, Феодосия. Вижу. Ну и выход в город. Прошли через турникет. Нас проверили. Ну и вот такая вот мелкая электричка. Типа, типа ласточки. Сочинская ласточка. Крымская ласточка. Крымская ласточка. О, куда-то выход в город. Тут же порт. Тут же порт. Тут же вокзал. Тут же каштаны. Как-то вот так вот. Запаха я не чувствую. Они не пахнут. Ну, а мы выходим в город. Узнали, что нам надо было. Ничего тут интересного нет. Выходим. Это она, железная дорога. Такая вот. Железная дорога в 1892 году была проложена из Джанкоя в Феодосию. Вот мои шарики. Интересно, почем шарики. А сколько фольгированный шарик стоит? Здесь по 250, по 300 и по 400. В зависимости от размера. Да, в зависимости от размера. Вот такой вот сколько стоит? Вот такой вот. Такой? Да. Вот такой 400. Ага. А лол? Вот такая будет. 250, белочка. Нет-нет, лол, лол меня интересует. Тоже 400. Тоже 400. Есть поменьше за 300. Вот такая вот. Ага. Вот за 300. И вот такая, да, за 300. Высветка-то зеркало. Понятно. Но у меня такие шары по 380. Дешевле. Шантан-свиданий, или фиг его знает, как он называется. Но это улица желтых фонарей. Я так думаю. Вот тетенька поет. Классно поет. Ну, это что-то связано с грином. Ну, блин, вот, читала же и забыла. Улица галерейная. Сейчас посмотрим, что тут такое. Тут написано девичник. Экспозиция грин и современность. Ну, в общем, что-то связано с грином. Вот такая прогулочная зона. А, вот это музей грина. Я была права. Вот он, как выглядит. Музей грина. Работает с 9 до 5. Перерыв с часу до 2. Понедельник, вторник. Выходные. Взрослые 200 рублей. Дети 100 рублей. Надумаем, может, сходим. Вот такой якорь стоит у музея грина. Прям самый настоящий. Ой, вот такое панно. Встроено в стене. Такая вот красота. Такая интересная дама. ПОДПИСМЕНТА. ПОДПИСМЕНТА. То поют, то стихи рассказывают. Весело тут, конечно. Звезда. Такая горда, да. Звезда. Нифига себе. Девка мотанула, блин. Ну, такая... Дерзкая. Ты чё такая дерзкая? Шлёпнула чуть-чуть, да? Моя новая любовь. Горячий кавказский мужчина. Видите, как красавчик. А вы говорите. Юрий Анатольевич, Юрий Анатольевич. У меня уже замена. Я быстро нашла, да. О, класс. Пойдём посмотрим, что ещё есть. Ну, клубничка. А почём клубничка? 250 рублей. Клубничка. Как в сучах. 250 тоже. А клубничка местная уже? Да, да. Что стоит? 200. По 200 рублей. Ладно, будем знать. Сейчас расквасится она у вас. Ой, у нас. У нас расквасится. Потом попробуем. Сватка, да? Ага. А, ну, мальчик, а потом травка уникальна. А где она, травка-то? Пемза. Пемза? Это пемза. Это с метрафа? Спрятали. А, вы спрятали? А пемза сколько стоит? Классно. А, ну, мальчик, а потом подойдём попозже. Классно. Ладно, купим, потом подойдём попозже. Мы тут рядышком живём. Ну, короче, вот гуляем. Ринка по сумкам, по рюкзакам. Такая черепашинка. 450 черепашек. Солушки, котятки. Петверские. Ну, вот она, ласточка местная. Три вагона. Три вагона. Два вагона. Кафе Аркадия. Вот тоже цены. Ну, и вот она, галерея Айвазовского. Её, конечно, реставрируют. Она не работает, она закрыта. Ну, и говорят, что закрыта она до 22-го года. Видите, тут строители. Вот тут находится памятник Айвазовскому. Конечно, очень жаль, что всё тут реставрируется. Хотелось бы посмотреть, конечно, картины Айвазовского. Ну, и она находится прямо с нашим отелем Астория. Вон наш знакомый сидит. В общем, всё рядышком. Это кафешка Аркадия. Так, вот мы пришли к даче Милос. Идёт реконструкция. Вот такие колонны. Сейчас поснимаем. Вот идёт реконструкция. Что, уже гостевой дом? Ну, вот из дачи уже гостевой дом превратился. Такой вот дворик шикарный. Дача Милос была построена в 1911 году архитектором Пискуновым. Дача принадлежала Ибрагиму Самомиловичу Крымову. Банкиром, известным банкиром в этом городе. Романтичное расположение дачи вдохновило архитектора поставить вместо колонн статую в виде Венеры Милоска. Венеры Милосские. Их целых тут много штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я насчитала восемь. Там семь и тут восемь. Вот такая дачка. Иди садись. Милости просим на кресло пыток. Нет уж, спасибо, блядь. Сами сидитесь. Все действует. Ребята же все. Да. Видишь, под голову, под шею. Посадил и все, и умер сразу же, блядь. Капец, конечно, капец. А это что? Короче, вот такая вот жесть тут происходит. Такое кресло пыток. Капец. Такое отце. Такое, сколько в ходе. Спасибо. О, что я? Да. Такое, спасибо. Такое. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok